здравствуйте дорогие друзья ну товарищи по рок-музыке и не только по рок-музыке и по джазу и по фолку и по всему 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 много у нас уже достаточно роликов есть из чего выбрать и кстати говоря хочу напомнить если вы хотите услышать про какую-то пластинку который вам нравится посмотрите сначала плейлисты на этом канале потому что там уже почти 300 роликов и наверняка что-то вы найдете похожее на то что вам нравится или прямо ту самую пластинку которую вы хотели бы увидеть и про нее услышать мое мнение если вас она вообще интересует но раз вы смотрите значит наверное интересует ну и спасибо всем тем кто пишет комментарии это очень интересно очень здорово общение это всегда хорошо и вообще нет ничего лучше нет ничего важнее чем человеческое общение человек это существо общественное как бы кто бы что не говорил ну и конечно благодарю всех тех кто материально поддерживает канал это всегда приятно полезно и приятно читаю комментарии о пластинках каптана бифхарта ну один ролик уже есть плейлистах посмотрите про каптана бифхарта про первый альбом вот этот самый вот я принял рассказывал по моему год назад или что такое где-то где-то там но не стихают просьбы и многомиллионная аудитория фанатов музыки каптана бифхарта во всем мире засыпает меня пожеланиями давай еще давай еще бифхарта сотни миллионов людей торчат от музыки капитана его пластинки разлетаются с диким свистом переиздаются десятки раз на разных носителях и его портреты висят в каждом доме у каждого меломана у каждого любителя группы назарет обязательно висит портрет каптана бифхарта я уже не говорю про тех кто любит слэйт или там смоки ну а те кто любит оба у них футболки с бифхартом у всех есть обязательно не по я на неске выхожу и вижу прямо вот как убив везде 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 это все любители группа я знаю ну так вот после того как первый альбом был записан капитаном естественно он начал записывать второй альбом и второй альбом его на группа волшебный бэнд magic band планировал записать больший большой планировался двойной альбом но когда была записана первая часть этого двойного альбома группа уехала на гастроли по-моему в англию по-моему джон пил легендарный радио диджей пригласил их в англию они уехали в это время служащие компании будда рекордс которая занималась выпуском пластинок каптана бифхарта послушали записанный материал искали ну братцы нет это невозможно эта музыка столь хороша что мы выпустить не можем потому что она убьет сразу все продажи всех пластинок во всем мире начиная от классической музыки заканчивая авангардом это настолько великолепно что но невозможно это нельзя не будем пускать и положили на полку материал группа вернулась поговорила с представителями будда рекордс выяснилось что материал выпускаться не будет давайте пишите что нет другое сказали ребята из будда рекордс и magic band записали вот этот альбом вот этот альбом strictly personal называется 1960 если я не ошибаюсь восьмой год вышел он вторым хотя на самом деле он третий потому что материал для второго альбома уже был записан и лежал в закромах будда рекордс и вышла вот эта пластиночка на которой некоторые песни уже записанные для второго альбома были переписаны переиграны и в дискографии он стал как бы вторым вот такая замечательная компания видно отсюда да видно вот такая прекрасная компания симпатичные парни явно играющие хорошую приятную для слуха музыку это действительно так это очень здорово очень приятно и записав вот эту бластинку группа опять уехала на гастроли в это время продюсер по фамилии краснов характерно не правда ли взял материал и так его свел так его отмастерил что бифард вернувшись в студию пришел в ужас в ужас пришел от чего от того что краснов сделал материал из сухого яростного и совершенно отдельного звучания музыки каптана бифарта и его волшебные группы сделал его на тот момент времени коммерческим то есть привнес туда элементы американской психоделии реверберацию флэнджеры все это закручено фазировка сам неправильная все это такое какой-то хоквинт получился местами или там не знаю что в общем какая-то психоделическая такая история бифарту это страшно не понравилось а еще больше мне понравилось то что вот эта пластинка стала неплохо продаваться и он сказал что мы это вообще устроили из настоящего искусства какой-то коммерческий просто поп-продукт послушайте это действительно поп-продукт сразу предупреждаю музыка божественная но потом мнения изменились потому что все стало на свои места и компания буду рекорд заметив что все-таки продажи идут взяла да и выпустила материал записанные ранее в виде вот этого альбома прошло там сколько прошло год 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 или два прошло после того как положен был материал на полку но миррор мэн вот этот он таки вышел здесь на конверте опечатка сразу предупреждаю для ясности если тот будет покупать эту пластинку вдруг решит ознакомиться с музыкой которая по красоте своя равна эрмитажу здесь написано что записано 65 году это опечатка на самом деле записано 67 как продолжение первого альбома но сначала это вышло вот эта штука и она конечно несмотря на то что это красивый поп-продукт она заставляет задуматься и заставляет переосмыслить отношение к музыке и вообще подумать о том что же такое музыка и нужно ли это вообще мне нужно сразу скажу мне очень нравится мне вообще нравятся все пластинки бихарта несмотря на то что многие их сказать разбирают какая лучше какая хуже но мне нравится его подход вот например вот эта пластинка всеми в том числе критиками считается просто плохой потому что она слишком хорошая ну в общепринятом смысле этого слова она слишком понятная ну ладно я и тоже иногда слушают но вот это на самом деле афил лайк отчет от отчет первое полотно с дикой губной гармошкой со странной электрической гитарой которая как всегда у бифхарта кажется простенькой на самом деле ничего там простенького нет там такой слайдик и так все здорово и бифхард поет странные свои напевы если можно говорить о бифхарте что он поет вообще он рычит и изрыгает из себя звуки что очень здорово на самом деле такая почти акапельная штучка красивенькая следующий номер сейф азмилк с элементами марша тяжелая и в общем похожая на песню даже где-то ясно но зато следующая трасс аз длинное полотно с гармошкой невменяемые совершенно с гитарой со всеми делами с криками трасс аз длинная пьеса такая хорошая очень очень просто леонардо да винчи в музыке я бы сказал так это действительно очень здорово это настоящий авангард если что если кто-то спросит что такое авангард что к авангардный рок полногородная музыка вот он вот она полный рост очень хорошая следующий номер санов мир мэн мэр мэн планировалось и есть здесь но с легкими изменениями записано и община на этом альбоме и превращена в какой-то полный хаос как написал один критик там нет там нет ни мелодии не аккордов не нот вообще хотя есть там и аккорды и мелодия с очень специфическая и ноты он думал на второй стороне что-то напоминающая госпол спетой в психиатрической больнице но слушается очень приятно очень здорово иногда можно погрузиться в сознание измененное других персонажей очень круто мне очень нравится battle battle bones smoking stones второй номер перепевки известной песни beatles можно послушать и узнать ее даже strawberry fields forever там поет каптан бифхард своим замечательным голосом очень интересно это не издевательство это такое просто отношение как у заппа который говорил в свое время что в каждом городе америке в каждом пабе был свой маленький beatles их стало так много что каптан бифхард записал эту песню гимми дат хор бой следующий номер бенефис бифхарта на губной гармошке выступившего очень здорово хотя чикагские блюзманы наверное скажут что неважно играет бифхард на гармошке но играя столь агрессивно столь яростно что это становится хорошо барабаны прекрасные гитара ну если рассматривать с точки зрения любителей гитаризма и барабанизма а-ля дипеппел и в дзеппелин то здесь просто никто ничего не поймет здесь сыграно все как надо настоящими американскими парнями кэнди корн последняя песня которая тоже есть на мир роман здесь но на этой пластинке она отличается она уходит в настоящий какой-то в 1968 году гранж начинается вроде как как все у бифхарта с блюзовой основой а валится потом такие аккордовые страшные дела которые заполняют всю панораму и вот эти гитарные аккорды просто давит 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 такую это то что станут играть много-много десятилетий спустя модные группы там типа перл джем и прочие элисон чейнс но здесь конечно по-другому но вот а мир роман который вышел позже хотя записано раньше записано 67 году я уже говорил это наверное лучшая пластинка для ознакомления с музыкой бифхарта вообще в принципе если вы не слышали никогда каптана бифхарта то надо брать мир роман слушать его здесь всего четыре песни tarot plane 19 минут candy corn которая есть здесь на вот этой пластинке но здесь она более очеловечена здесь она сыграна без вот этих страшных гранжевых штук она совершенно конкретная сделана но она тоже довольно короткая 8 минут всего на второй стороне на 21st century quaker 9 минут 50 секунд и мир роман главная песня каптана бифхарта в его карьере главнейшая 15 минут 38 секунд я думаю что все чикагские блюзманы с дикой завистью слушали эту пластинку потому что вот эти длинные полотна это чистая блюзовая импровизация абсолютно вольная без всяких заигрываний с публикой без красивых ходов которые ложатся на ухо без хуков так называемых а такой кайфовый просто такой блюзовый транс гармошка гитара атомные барабаны совершенно кстати вот здесь есть очень хорошая барабанная соло за обработанная красновым бафленджеры запущенная но очень хорошая группа очень сильная и играет не так как все просто и вот эти вот длинные блюзовые импровизации они конечно должны вызывать зависть потому что блюзманы и чикагские техасские и все остальные черные блюзманы они все-таки были коммерчески ориентированы им что-то нужно было есть на что-то покупать все остальное кроме еды и блюз это в то время это была клубная музыка за которую платили деньги и чем ты красивее и лучше сыграешь тем больше все заплатят а здесь явно не не стояла цель продать цель понравится цель сделать красиво а просто люди играли кайфуя от себя блюз и кроме зависти это конечно ничего не вызывает у меня это вызывает дикую зависть может можно себе позволить вот так вот прийти в студию и записать вот такую пластинку просто играя блюз и пая то что хочешь просто здесь бифард поет используя цитаты из классических блюзов переплетая их по-разному и все это очень здорово и весело в общем каптан бифард я не скажу что это наше все но это неотъемлемая часть истории рок-музыки если бы его не было его нужно было бы в срочном порядке не придумать а сделать кто-то должен был быть на его месте но слава богу он был и он записал много пластинок о них мы поговорим еще в следующих роликах ну а пока я пошел пить как всегда пока